Всем привет! Меня зовут Оксана и я рада вас приветствовать на своем канале Oxfam. Добро пожаловать! Сегодня мы с вами поговорим о пряжи от производителя Drops пряжь Alpaca Silk. Я думаю, что уже многие встречались с этой пряжей и многие из нее вязали, но все равно достаточно часто поступают такие вопросы. Вязать ли эту пряжу самостоятельно или же в компонент какой-либо другой пряжи? Что из нее может получиться? Поэтому давайте сегодня обсудим этот артикул. Это пряжа от очень популярного производителя норвежского Drops и по характеристикам это 77% Alpaca, 23% шелк, 25 грамм, 140 метров. Производители нам рекомендуют вязать эту пряжу на список номер 5, но к этому мы с вами вернемся чуть попозже. Сейчас хотелось бы вот что сказать. Пряжа действительно нежная такая, приятная, мягкая, что и заметила. А в зависимости от цвета, вот как раз таки эта мягкость, вот эта вот нежнейшая пряжа, она может немножечко меняться. Вот я так предполагаю, что этот молочный цвет это не окрашенная пряжа, потому что она действительно очень, знаете, такое облачко нежнейшее. Но вот, например, если мы с вами возьмем какого-то другого цвета. Горчичный тоже приятный, синий, чуть-чуть погрубее нет. Он не колкий, не то чтобы знаете какой-то плохой, просто тактильные ощущения немножечко отличаются от цвета этой пряжи. Такое часто встречается у производителей абсолютно разных и не знает чего это зависит, либо от цвета краски, либо от того, когда они обрабатывают пряжу для покраски. Но сам факт является таковым, что просто тактильные ощущения могут быть чуть-чуть разные в зависимости от цвета. Также хотелось бы обратить внимание, что брашда альпака силка здесь видите уникалор. То есть это однотонная пряжа, не какая-либо секционная, не окрашенная какими-то там рисунками. Это просто однотонная, очень красивая пряжа. Палитра у этой пряжи очень широкая, там красивые природные оттенки, такие достаточно, знаете, смотрятся вот дорого, хорошо. Поэтому каждый, мне кажется, для себя найдет цвет, который ему необходим. Ну а теперь, что касается вязать эту пряжу самостоятельно или же вязать ее как компаньон, как подмой там другой пряжи. Тут все еще зависит от вас, от того, какой результат вы хотите получить. Я эту пряжу использовала как самостоятельное вязание, также использовала ее, когда вязала шапку из Drops Nepal, я добавляла туда ниточку краски Drops браш-альпака Silk. Я вставлю вам фотографию, это делала для того, чтобы шапка была более плотная, более такая теплая, чтобы зимой как раз таки было хорошо. И таких шапок я вязала много, у меня их заказывали, такая популярная модель. Поэтому пряжа как пойдет и для самостоятельного вязания, так пойдет и для компаньона. Что касается самостоятельного вязания. Тут, вы знаете, какой момент. Все зависит еще от того, какие спицы вы возьмете, точнее, какой номер. У меня есть пример. У меня есть джемпер из этого артикула, который я вязала на спицах 5. И можете заметить, что он такой немножечко дырявенький. Я ношу его на футболку, либо на майку, потому что, ну, во-первых, вырез здесь достаточно большой, а во-вторых, мне все-таки кажется, что она достаточно хорошо просвечивает, вот именно на этих спицах. Но, несмотря на это, ее все равно можно вязать как, знаете, такое самостоятельное изделие, которое не нужно ничего снизу поддевать. Вот как сейчас я вяжу джемпер на спицах номер 4,5. И плотность здесь уже совершенно другая. Надеюсь, будет заметно, что вот как здесь, да, смотрится на спицах 5. И как здесь смотрится на спицах 4,5. Все зависит от вашей плотности. Вы должны вязать образцы и смотреть, как вам комфортнее, чтобы эта пряжа смотрелась. Можно вообще, кстати, вязать ее на спицах 4. Я ничего в этом плохого не вижу. Она просто будет полотнее, когда вы постираете, немножко подзабьется и как раз таки тоже будет хорошо. Хотя вкус, конечно, всех разный. Тут я уже ничего не могу сказать. Все зависит от того, как вы хотите ее носить. По расходу эта пряжа у меня на этот джемпер размера 42-44 ушло 5 мотков. На спицах, повторюсь, по-моему, я вязала номер 5. То есть 125 грамм вот на этот джемпер. Здесь же у меня вяжется полосочками. Очень тоже такой большой. На размер 42-44. Но возможно, кстати, что он даже и на 46. Просто я еще его не мерила. И здесь у меня куплено вот этих вот цветов каждого по 2 мотка. Я вот пока что вывязываю все еще первые мотки. Вот у меня как раз таки закончился синий. Поэтому сейчас я уже буду приступать к новому. А остальные моточки еще есть. Я думаю, что мне немножечко нужно будет из новых мотков, чтобы довязать основное полотно. И потом останутся рукава. Поэтому я думаю, что этого будет достаточно. То есть этот джемпер у меня будет потяжелее 200 грамм. Но опять же, почему потяжелее? Потому что вязание более плотное. Что касается ВТО. ВТО прекрасно проходит. Я эту пряжу стираю в воде 30 градусов вместе с специальным средством. А потом я отправляю в машинку на отжим. Не больше 800 оборотов. И пока ничего у меня, слава богу, плохого не произошло. Эта пряжа прекрасно проходит этот режим. Поэтому я для себя поняла, что это для меня комфортно именно стирать. И против того, именно так, стирая руками, отжимая в машинке, он так и сохнет быстрее. И немножечко, знаете, так хорошо распушается вот эта вот петельки там, где у нас вот как раз-таки торчит ворс. А по поводу цены. Сейчас, конечно, артикулы подорожали. Но все же в среднем это достаточно хорошая цена на пряжу. Поэтому если сравнивать, например, с Италией, то хороший конкурент. С Турцией даже сравнивать бесполезно, потому что все-таки это натуральные составы. Поэтому эту пряжу я рекомендую вам попробовать. Если вы еще не пробовали, также не бойтесь экспериментировать. Пробуйте вязать эту пряжу самостоятельно. Если все-таки вам хочется добавить ее к какой-то другой пряжи, добавляйте. Тут уже, пускай, ваша фантазия играет. И самое главное, чтобы в конце у вас получился именно тот результат, который вы хотите. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно вам было полезно и интересно. Я думаю, что на канале оставлю эту рубрику, где будет отдельно в плейлисте обзор на пряжу. И вы сможете найти тот артикул, который вас интересует. Также, если вы пробовали уже эту пряжу, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Я думаю, что всем будет полезно, если мы поделимся друг с другом впечатлением. А также, опытом в вязании этой пряжи. И мы с вами увидим совсем скоро. Всем пока!